Аграрии и фермеры жалуются на то, что Минсельхоз их не слушает и не решает проблем. Об этом на пленарном заседании Сената сегодня заявила депутат Светлана Джалмагамбетова. По ее словам, импорт буквально задушил наших производителей. Импорт мяса к нам в Казахстан, который идет из России, из Белоруссии, из Аргентины, из Австралии, по низким таможенным пошлинам, по низким ценам, буквально забивает нашего товаропроизводителя. И говорит, себестоимость мяса становится такой высокой из-за того, что цены на корма высокие, от того, что нет прямого доступа к рынкам сбыта. И получается, что нам просто невыгодно производить мясо. С мнением сенатора согласились и ее коллеги. Объемы импорта в стране просто огромные. Некоторые виды продукции, производимые в других странах, привозны к нам на 100%. Мы у других стран покупаем все, от муки и риса до молока, мяса и колбасы. Хотя наши аграрии и животноводы могут производить и производят продукции вдоволь. Причина в ее высокой стоимости, а это следствие слабой государственной поддержки. По словам сенатора Айтаханова, у наших партнеров по таможенному союзу, у России этот показатель составляет 10%, в Белоруссии и вовсе 18%, а в Казахстане всего 3%. Вместе с тем депутат предложил и другой выход из ситуации. Нет смысла только ругать Министерство сельского хозяйства. Здесь надо подключаться всем сообща. Почему бы Министерству нефти и газа не создать своего рода стабилизационный фонд нефтепродуктов, а затем оттуда по низким ценам поставлять ГСМ в село? А если еще Минфин и Минэкономики увеличат размеры поддержки, мы наконец поможем нашим фермерам и остановим рост импорта.